Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. В Самаре продолжается ликвидация незаконно установленных торговых объектов. Силами городской администрации и полиции с начала года с улиц города вывезено более 900 киосков. На этот раз носили ларьки в Кировском районе Самары. Кировский район Самары, улица Каховская. Небольшой переулок между Домом культуры и спортивным центром. Около недели назад участок в несколько десятков квадратных метров облюбовал неизвестный предприниматель и принялся возводить здесь строение. Несанкционированную стройку обнаружили полицейские в ходе совместного патрулирования улиц с сотрудниками районной администрации. Стройка, значит, незаконна. Второе, здесь у нас проходит система водоснабжения. Очень сплошные нарушения со стороны этого человека. Но это практически, если хотите, откровенный вызов власти. Он брошен. И власть не может мириться с подобными вещами. Поэтому принято решение вот это самовольное строение снести и исключить подобные действия. Несколько минут и строение превращается в гору дров. Ликвидировать нужно все, вплоть до фундамента. Расходы по демонтажу и вывозу незаконного строения на себя взяли городские власти. Потом их должен будет компенсировать предприимчивый застройщик. Сейчас его поисками занимается полиция. Собственник так и не был установлен, потому что строительство велось в ночное время. Мероприятие проводится по установлению собственника, потому что необходимо дальше с ним определиться, о привлечении его к административной ответственности, как по факту незаконного строительства. Благоустройство города – одна из тем, за которую радеют и тысячи горожан. В борьбе с незаконными торговыми объектами принимают участие и общественные советы. Они есть в каждом микрорайоне Самары. Красота города – это основа для всех жителей. Человек идет по городу, он радуется и может отдохнуть. Но когда вот такие все объекты строятся, во-первых, мы сами видим, здесь нет элементарных санитарных норм. А это улица Нововокзальная. Прямо на остановке общественного транспорта расположился павильон, где некоторое время торговали выпечкой. По данным департамента потреб рынка, квадратные метры здесь это строение занимало также незаконно. Теперь и оно отправится на спецстоянку. Мы наводим порядок, что город был чистым, благоустроенным, что бизнес был легальным, что человек, который прежде чем начинать вести бизнес, он был законно оформленный, земля была оформлена с соответствующими документами, правоустанавливающими подтверждено. В данном случае идет именно очистка города от незаконных, нестационарных торговых объектов. С начала года силами городской администрации и полиции с улиц города вывезено более 900 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Павел Баймаков, Владислав Гаврилин, Константин Головин, Дмитрий Мештанцов. События. Реформа местного самоуправления в деле. Теперь жители сами указывают на важнейшие проблемы микрорайона. Состояние внутриквартальных дорог. Долгое время было главной проблемой дворов по улице Воронежская. И вот, наконец, здесь начались долгожданные ремонтные работы. Антонина Прокофьевна Трубицина вышла проконтролировать, как идет ремонт в доме дома нового вокзальная 231. С просьбой привести внутриквартальную дорогу в порядок местные жители обратились в общественный совет микрорайона. Вы знаете, приходится рынком, пользоваться магазином. Мы вот из дома всегда раньше ходили так. Зимой еще ничего снегом припорошить. А здесь невозможно. Вот этот участок мы теперь обходим с той стороны. С той стороны, где гаражи, где пустырь. Там лучше пройти, чем было здесь. Поэтому здесь ходить только ноги ломать. И вот когда мы увидели, что здесь машина, говорим, ну, нам путь открывают. Очень хорошо. Мы рады этому. Это уже не первое предложение жителей по благоустройству двора, которое находит отлик у общественного совета микрорайона и местной администрации. По просьбам людей завезли свежий песок на детские площадки и чернозем для полисадника. Председатель общественного совета каждый вопрос берет на карандаш. Почему я этим занялась? Ну, во-первых, потому что я сама живу в этом районе. Хожу по этим дорогам. То есть, и, конечно, все эти проблемы меня тоже напрямую касаются. Ну, и, конечно, хотелось, чтобы наш район был одним из лучших районов нашего прекрасного города. Обустроить любимый город и родной микрорайон. Это поможет сделать команда созидания, которая сейчас формируется в Самаре. В нее войдут инициативные люди, небезразличные к судьбе столицы региона. Выборы в районные советы депутатов пройдут 13 сентября. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Жителям села Николаевка не до эстетики во дворе. Они опасаются за свое здоровье. Их дома находятся в непосредственной близости от предприятия, производящего свинцовые сплавы. О своих опасениях они рассказали в обращении в приемную Дмитрия Медведева. А затем и на личном приеме члену Совета Федерации и Федерального собрания Дмитрию Азарову. Визитная карточка села Николаевка – предприятие по производству свинца и свинцовых сплавов из переработанных аккумуляторов. Производство постепенно расширяется, бизнес набирает обороты. Одновременно с этим растет и недовольство жителей села. Они опасаются, что завод выбрасывает в атмосферу вредные вещества. Этот завод имеет не менее трех печей для плавки свинца, дым от которых темного, чаще синего цвета, попадает на все село в радиусе двух-трех километров. В том числе на школу, детский сад и все дома, находящиеся в Николаевке. Практически постоянно все село находится в сизой дымке от этого предприятия. Жители обратились в общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Личный прием провел сенатор Совета Федерации от Самарской области Дмитрий Азаров. Специалисты Роспотребнадзора заверили, проверки на предприятии проводятся буквально каждый месяц. В экспертизах уже участвовало четыре независимых и авторитетных лаборатории. Наличие дыма не говорит о выбросах свинца в воздух. Мы зашли на предприятие, замерили на всех источниках выбросов загрязняющие вещества, превышений не выявлено. Отобрали почву в санитарно-защитной зоне, в жилой зоне. То есть, если бы предприятие выбрасывало свинец, а свинец относится к тяжелым металлам, однозначно при превышении в воздухе загрязнение почвы должно было быть. Свинца превышений не выявлено. Чтобы успокоить людей, а также не мучить предпринимателей бесконечными проверками, Дмитрий Азаров предложил организовать на предприятии общественный контроль. В этом направлении будут вестись переговоры с собственниками завода. Чтобы бизнес работал открыто, пригласил людей, которые живут рядом, показал технологии, чтобы люди лично могли убедиться в том, что правила не нарушаются, и их жизнь вне опасности. Как это происходит уже, поверьте, на многих предприятиях, а в первую очередь крупные предприятия сегодня открыты для общественного контроля, в том числе экологического. Надеюсь, этот опыт будет внедрен на территории Самарской области. Как защитить зеленые насаждения на территории города от замусоривания и вырубки? Еще один вопрос, с которым самарцы обратились к сенатору. Люди опасаются, рекреационные зоны пойдут под застройку. Дмитрий Азаров заверил, работа местной власти в этом направлении вышла на финишную прямую. Леса переводят из региональной в муниципальную зону ответственности. Также документально регистрируют памятники природы местного значения. На обсуждении 75 территорий. Валерия Макарова, Марина Матвейшина, Алексей Золотенков. События. На природе и думается лучше, и хорошие идеи в голову приходят чаще. Десять дней продуктивной работы, две с половиной тысячи участников из разных областей России, Сотни инновационных проектов, от социальных до космических, более полусотни победителей. Призовой фонд 11 миллионов рублей на реализацию передовых и значимых идей. Итоги и перспективы молодежного форума ПФО «Иволга-2015» подвели в Самаре. Победители и призеры третьего молодежного форума «Иволга-2015» горят энтузиазмом. Время – реализовывать проекты, отмеченные на конкурсе. В этом году существенная часть молодежных идей носила характер социальный. Проект помощи бездомным, который уже с весны реализуется в Тольятти, хотят развивать дальше. Помимо предоставления пищи, одежды, юридической и психологической помощи людям, оказавшимся на улице, планируется и проект трудоустройства. 40% бездомных – это люди, которые оказались на улице, потому что их выгнали жены, мужья. Процентов 20-25 – это мошеннические действия. Мы предлагаем сделать некий центр, такой по типу социальной деревни. Деревни – это значит, что они где-то там непонятно в лесу живут. Нет, где они могут а – временно размещаться, проживать, б – работать, то есть прямо там развернуть какие-то предприятия, вовлечь туда бизнес. Идея реализации частного государственного партнерства такого рода заинтересовала экспертов форума. Но это перспектива. А уже в ближайшее время в Самаре может появиться другой центр помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Для воплощения этого проекта участников форума в городе подыщет подходящее помещение. Всего жюри отметило более 50 проектов, причем в лидеры вырвалась Самарская область. И по количеству, и по качеству идей. Конкурсный отбор происходит исходя из содержания тех или иных проектов, которые представлены нашей молодежной аудиторией. То, что фактически Самарская область во всех сменах молодежного форума Иволга победила, это говорит о том, что проекты максимально проработаны, они очень интересны. Проекты молодых ученых находят поддержку и после Иволги. Студенты Айракоса на форуме представили проект разгонного блока для наноспутников. Блоков такого рода в России еще не производят. Уже после форума проект получил поддержку от главы региона Николая Ивановича Меркушкина. Средства на реализацию разработки 5 миллионов рублей было решено выделить из резервного фонда. Все движение спутников – это очень сложная и такая объемная вещь. То есть вокруг Земли вращается очень маленькое тело. И разгонный блок позволяет нам менять орбиту, по которой он вращается. Подготовка к Иволге-2016 начинается уже сейчас. А ответственность по контролю за реализацией проектов победителей возложена на дирекцию форума. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Воспитывать талантливую молодежь с детства в регионе создается Центр одаренных детей. О важности поддержки молодежи в своем послании говорил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. В областном правительстве озвучили итоги реализации посланий главы региона. Пока из 207 положений реализовано 43. В том числе то, что касается всесторонней поддержки перспективных молодых ученых. Предусмотрены средства в объеме 12 миллионов рублей на предоставление денежных выплат молодым ученым и конструкторам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий. Еще одно важное положение о реформе местного самоуправления. Сейчас она активно реализуется в столице региона. Созданы общественные советы в микрорайонах. Они должны стать связующим звеном между жителями и властью. В сентябре будут выбраны районные советы депутатов. Всего 284 народных избранника. В каждом из девяти районов Самары будет сформирован свой бюджет. Деньги будут тратиться на реальные нужды конкретных территорий. До пяти лет лишение свободы и крупный штраф может грозить 23-летнему жителю Самары. Его обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, в мае этого года молодой человек, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности, за вознаграждение предложил жителю Самары помощь с трудоустройством в управлении ФСБ. Подробности в нашем сюжете. На скамье подсудимых 23-летний Роман Косинов. По данным следствия, в мае этого года он узнал от знакомого, что якобы есть человек, который любым путем хочет устроиться на работу в управлении ФСБ. Решив подзаработать денег, Косинов пошел на преступление. Встретившись с ним в одном из кафе города Самары, представился действующим сотрудником у ФСБ России по Самарской области и предложил свою помощь в оказании ему услуги для трудоустройства в управлении ФСБ на должность заместителя начальника отдела экономической безопасности. Цена вопроса 40 тысяч рублей. Их передача состоялась в одном из кафе в Самаре. В тот момент молодого человека и задержали. Ранее потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сейчас я понимаю, что этого не стоило, конечно, делать. Вину, я полностью раскаиваюсь, потому что я понимаю, что мне это грозит, чем можно закончиться. Но, как говорится, осознание пришло после совершения уже. Что, к сожалению. Теперь подсудимому грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы. Приговор планируют огласить на следующем заседании. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Более 100 тысяч жителей региона с начала года воспользовались электронными услугами Росреестра. Это 40% от общего количества заявителей. Чаще всего люди пользуются такими услугами, как постановка на кадастровый учет, заказ выписки из ЕГРП и кадастра. С июня появилась возможность подать заявление на государственную регистрацию прав. Для этого нужно отсканировать документы и приложить к запросу. Система защиты предусмотрена через усиленную квалифицированную электронную подпись, которую можно получить только в специализированном удостоверяющем центре. Не получив этой ЦП, обратиться, конечно, нельзя. Потому что первый вопрос, а кто чью квартиру продает? Мы же не видим, не общаемся с этим заявителем, не можем его определить. Помимо экономии времени, электронный сервис Росреестра сэкономит еще и деньги. Госпошлина за электронные обращения на 30% меньше, чем при обращении в офис обслуживания. Летом у школьников появляются возможности не только отдохнуть от учебы, но и расширить кругозор. Например, посетив один из музеев города. Особенно интересно побывать в музее Пушкина, ведь именно его строки ребята изучают с первого класса и на протяжении всех школьных лет. А у вас есть бабушка? Да. И у Саши Пушкина была тоже бабушка. И звали ее Мария Алексеевна. Где бы ни работала Нелли Антоновна Туманова, везде появляется музей Пушкина. Будучи учителем русского языка и литературы, комнаты памяти Александра Сергеевича она создала в нескольких школах. Говорит, со временем Пушкину стало тесно в маленьких помещениях. Открыла музей, который работает в Самаре с 2001 года. Собираю все, что касается Александра Сергеевича Пушкина. То есть картины, вырезки из газет. Сначала одна комнатка, потом, так как экспонаты прибывают. Кроме меня уже все люди, которые любят Пушкина, чтят Пушкина. Кто-то что-то приносит, делает. И у нас две комнаты, три. Книги, портреты, персонажи пушкинских сказок, копии, снятые из дубликатов рукописей поэта. Здесь же свидетельство последних часов жизни Пушкина, когда после смертельного ранения люди толпились у дверей его квартиры, переживая за поэта. Больной находится в весьма опасном положении. Записку с этим текстом Жуковский повесил на дверь в квартиру Пушкина 28 января 1937 года. За день до смерти поэта. В Самарском Пушкинском музее хранится дубликат этой записки. Здесь на витрине копия. Документ получен в дар от петербургских коллег. Для тех, кто только знакомится с легендарной судьбой поэта и с богатым пушкинским наследием, музей кладезь невероятных открытий. Меня заинтересовала, какая у него была семья. Что у него и отец, и мать говорили на французском, а няня, бабушка и дядя, они говорили на русском. В Самарском Пушкинском музее побывали даже гости из Германии и Японии. Нелли Антоновна говорит, чтобы влюбиться в творчество Пушкина, нужно просто начать читать. 25 июля в Самаре в Загородном парке состоится конкурсный показ второго международного фестиваля уличного кино. В рамках проекта команда организаторов проедет по 30 города, от Владивостока до Лиссабоне, показывая фильмы под открытым небом. В программу вошли 10 короткометражных фильмов молодых режиссеров из семи стран. Победители в Самаре выберут зрители, проголосовав за понравившуюся картину. Подведение общих итогов и награждение лауреата состоится в сентябре. Его участниками станут более 100 человек. В областной столице стартовал городской фестиваль по футболу «Футбол в сердце Самары». До 24 июля на футбольном поле площади Куйбышева, в парке Гагарина, на стадионе «Локомотив» и на спортплощадке второй очереди «Набережный» пройдут отборочные соревнования. Итоговые игры состоятся 25 июля на спортивной площадке по адресу Волжский проспект 36. Участие в фестивале примут 16 команд, среди которых есть и женские. Всем это нравится, все девчонки любят играть в футбол. Просто все начиналось с мальчишек. Все играли во дворе, всем понравилось. Мы даже играем с мальчиками. Ну, это для нас большой опыт. Турнис, соответственно, направлен у нас на популяризацию футбола в рамках подготовки нашего города к чемпионату мира, грядущему в 2018 году. Это у нас не первое мероприятие запланированное в рамках реализации программы. Всего у нас таких мероприятий четыре. И ближайшее у нас состоится 25 июля на набережной. 25 июля с 16 часов на второй очереди Самарской набережной начнется праздник, приуроченный к проведению фестиваля. Гостей ждет немало интересных спортивных развлечений и аттракционов. Кроме того, состоится награждение победителей футбольного турнира. Также в рамках праздника здесь же на набережной состоится трансляция на больших экранах предварительной жеребьевки и чемпионата мира по футболу 2018 года, который 25 июля пройдет в Санкт-Петербурге. С 19 часов самарцы смогут следить за ходом жеребьевки в прямом эфире. Обратите внимание, наш телеканал расширяет зону своего вещания. Самарогиз теперь доступен жителям микрорайона Крутые Ключи и коттеджного поселка Ударник. Настройте Самарогиз в цифровой сети EGS Telecom. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samarogiz.ru Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакт и Фейсбук. Все вам доброго и до встречи. Дайте человеку пистолет, и он ограбит банк. Дайте человеку банк, и он ограбит мир. Арсенал банкиров, кстати, недавно пополнился. Теперь они получили доступ к базам госорганов через систему межведомственного электронного взаимодействия, созданную в рамках исполнения закона о госуслугах. Таким образом банки смогут проверять достоверность данных, предоставленных клиентами. Срок передачи информации от госорганов банков по их запросам составит не более минуты. Благодаря новации банки снизят свои расходы, ведь базы Бюро кредитных историй платные. А заемщики, имеющие белую заработную плату, получат возможность быстро подтвердить достоверность заявленной о себе информации, что особенно актуально при кредитовании. Правда, кредит все равно не дадут. А если дадут, то его лучше не брать. Такие нынче времена. Сумма выплат ОСАГО по страховым случаям в первом полугодии 2015 года возросла на 39% и составила 55 млрд 698 млн рублей. Это более чем на 15 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба РСА. Средняя выплата по автогражданке поднялась на 29%, составив 43 тысячи рублей. Число заключенных договоров практически не изменилось и составило чуть более 19 тысяч. Отмечается, что страховой рынок и потребители услуг ОСАГО ощущают положительные результаты проведенной реформы, которая стартовала год назад. Изменение стоимости полисов обусловило рост премий. Также в РСА положительно оценивают и возможность электронных договоров ОСАГО, которые помогут решить проблему продажи полисов в регионах. Но, насколько мне известно, у потребителей несколько другое мнение. Ростуризм предупреждает об опасности пребывания туристов в Турции. Всего за неделю в стране произошло два теракта. Туристов просят не покидать курортных зон и не ездить на дальние экскурсии. По оценкам турбизнеса, регулятор отрасли скорее перестраховался, ведь в турецкую горячую точку на границе с Сирией туристы скорее всего не поедут. При этом эксперты подчеркивают, что поднятая волна в СМИ даже на фоне опасений вокруг теракта в Тунисе на турпоток никак не повлияла. Российский фондовый рынок открылся в минусе. Индекс ММВБ на отметке 1626 пунктов. В аутсайдерах банк открытия Яндекс, Акрон, Сургутнефтегаз и АФК-система. Среди лидеров роста НЛ Россия, РДР Русал, КАМАЗ и Полюс Золото. К открытию торгов в России сложился умеренно негативный внешний фон. Европейские и американские рынки закрылись в минусе. В Азии также снижение. Нефть дешевеет. Курс доллара на 21 июля – 57 рублей. Курс евро – 61,76 рубля. Золото стоит 2030 рублей за грамм. Серебро стоит 27 рублей 3 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 56 долларов 45 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова